Привет, друзья! К сожалению, мы немножко оторвались от нашей традиционной рубрики «Вопросы и ответы», ну и постараемся наверстать. Этот выпуск у нас 18-й по счету. Вопросов накопилось очень много, но посмотрим, влезем ли в один выпуск или придется, так сказать, разбирать на разные части. Итак, погнали по порядку. Первое. Человек с ником КВП задает вопрос о паковках. Пишет, самые популярные корпусные детали R10-R15 делают из паковок. Они лучшие. Я делаю этот вывод из того, что правительство закупает оружие, изготовленное по этой технологии. Также наиболее популярными являются кованые стволы и так далее. Так, господа, давайте, во-первых, разделим эти две вещи. Кованые стволы – это совершенно другая кухня, и у нас будет, я уже запланировал, у нас будет отдельное видео о разных методах производства стволов, ну, образования нарезов в стволах. Окей, отдельный блок никак не связан с основными упаковками. Теперь, что касается паковок материала, то есть паковок деталей. Паковки бывают как стальные, так и алюминиевые. Алюминиевые, ну, вот, если мы, это, скорее, если мы говорим о R15-R10. Из алюминиевых паковок изготавливаются ресивер, верхний аппер-ресивер и ловер-ресивер. Раньше, когда-то, давно существовали еще отлитые, отливки. И, в принципе, существует три, условно скажем, три основных технологии получения заготовки. Первое – это изготовление просто из бруска, из проката. Ну, то есть, это может быть, там, кругляк, это может быть плита, из нее такие кубики, там, кирпичики вырезали и из них фрезеруют. Это, так скажем, обычное, условно-стандартное состояние материала. Оно наиболее универсальное, поэтому оно применяется, как правило, в малосерийном производстве и в кастом производстве. Что касается следующей технологии, в какой-то степени экономящего время в крупномасштабном производстве – это литье. Что оно дает? То есть, вы получаете форму сразу близкую к финишной, и если большинство поверхностей наружных не имеет высокой точности, все, вуаля, вы можете использовать, как есть. Сумасшедшая экономия. Но в чем проблема, отставить, в чем проблема литья? При литье есть некоторый процент пор внутри материала. С этим борются литейщики, делают там всякие всевозможные хитрости. Это отдельная тема о литейном производстве. Но, тем не менее, есть такая, так сказать, проблема. И, как правило, отливки, ну, в очень, скажем, в среднем случае, примерно 95-97% прочности от обычного проката. Именно из-за этих пор. Другая технология – это паковки. В чем они выражаются? В том, что материал, вот тот же пруток, о котором мы говорили изначально, в первом варианте, он попадает под пресс, под такие огромные машины. Десятки тысяч тонн могут быть, там 10, 20, 30 тонн может быть. 30 тысяч тонн может быть. Разные встречаются. В этом состоянии не просто форма образует вот эти вот две половинки, так сказать, поверхность слева-справа. Но и дополнительно уплотняет материал. То есть, даже если были какие-то малейшие поры, это спрессовывает. Поверхность улучшается и прочность, ну, как бы, прочностные характеристики материала улучшаются. Понятно. По этой причине, по МИЛ-спецификациям, по военным спецификациям, все ресиверы должны быть в обязательном порядке только из паковок. И на сегодня практически все ресиверы, ну, по крайней мере, американские, все только из паковок. Даже на гражданском рынке давно уже никто с литьем не играется. Если вам где-то попадется из литья, ну, не знаю, это какой-то, скорее всего, Китай, Азия или что-то в этом духе. В Штатах такого нет вообще, умерло. Потому что, ну, разница в цене уже небольшая из-за сумасшедших объемов производства, а играться и убивать себе рынок и потенциальных клеток, ну, никто не хочет, неинтересно. Понятно. Следующий вопрос. Владимир Богословский спрашивает, не могли бы вы объяснить механизм влияния на кучность положения пули в стволе относительно пульного входа. Почему при линейном изменении этого положения кучность и скорость колеблются и образуются кучные полки, которые сменяются резким ухудшением кучности? Вопрос в прямой увязке с нашими уже двумя видео вибрации стволов. Кто не смотрел их, ребят, ну, в обязательном порядке отсылаю, иначе просто разговор может оказаться непонятен. Итак, как влияет положение пули? Ну, во-первых, это прямое отличие, ну, так скажем, высокоточных стволов и патронников от, так скажем, патронников широкого применения. Ну, там, охотничьих, военных и так далее. В чем особенность, в чем разница? По военным требованиям патронник военного оружия должен принять, ну, если, давайте условно говорим о патроне, например, 7.62х51. Военный патронник должен принять любой патрон, производимый в пределах блока НАТО. Соответственно, это может быть, я не знаю, там, Испания, это может сейчас уже быть и Финляндия, это может быть и Германия, и США, и кто угодно. И, соответственно, производитель расширяет на максимум, так сказать, этот патронник, чтобы он принял все на свете. А кроме того, он принимать должен не только матчевые боеприпасы, высокоточные, но и боеприпасы специального назначения, ну, со специальными пулями, извините за термин. То есть, трассера, бронебойно-зажигательные и так далее, и так далее, и так далее. Понятно. А там всегда и пули немножко другие, они, как правило, длиннее, соответственно, пульный вход освобождается. И там, короче, суть в том, что у вас появляется слишком много свободного места. В спортивном оружии, наоборот, все максимально плотно и минимальные зазоры. Для чего? В чем разница? Первое. У вас, во-первых, есть позиционирование пули внутри пульного входа. И, ну, например, у меня там в картотеке есть несколько инструментов, несколько разверток с разным пульным входом и с разным патронником. По зазору относительно шейки гильзы. Чем плотнее, тем точнее пуля станет в соосности. Точно так же по углу пульного входа, что по касанию. Давайте рассмотрим пример, когда все хорошо, все понятно. Все семьи там счастливы одинаково, а несчастливы каждая по-своему. Так вот, что бывает, когда что-то неправильно? Ну, первое. У вас, например, большой люфт диаметральный. У вас патрон и пуля будут лежать в нижней точке. Либо по пульному входу будет касаться, пуля лежать будет на нижней части, либо дульца гильзы будет лежать по диаметру дульца. В любом случае понятно, что пуля у вас, ее центр геометрии относительно входа в нарезную часть будет смещен. Ее центр масс относительно оси ствола тоже будет смещен. К чему это приведет? При врезании у вас будет, во-первых, некоторый опрокидывающий момент, и у вас будет деформация, и пуля вот пойдет дальше вот таким вот кривым образом. И относительно геометрии, и относительно центра массы. Понятно, что это, ну, явно не играет на повышение кучности. Понятно. Теперь давайте предположим вариант, что у вас все правильно, все соосно, но мы говорим только о вопросе длины посадки. Понятно, что один крайний случай. У вас пуля касается нарезов. В этом случае при увеличении давления в патронике пулю поджимают к пульному входу, вот к этому конусу, и она начинает врезаться. И она врезается, ну, на одних условиях, не разогнавшись. Она врезается на минимальной скорости, но при повышении, как правило, при повышении давления. Здесь может быть комбинация, так называемое усилие форсирования, усилие страгивания, то есть, когда пуля страгивается. В некоторых старых спортивных винтовках, например, в МЦ-13, кто сталкивался, там пульный вход настолько плотный, что заряжая винтовку, часто были ситуации, когда вы пулю практически не просто касаетесь нарезов, а, так сказать, прикусываете ее даже в нарезы. Если вы не выстрелили, а разрядили винтовку, часто были случаи, когда пуля оставалась в нарезах, а происходило распатронирование патрона и высыпался пурок. Такое было. В противоположность, кстати говоря, СВД, приведу маленький пример. В 2000-х, когда релодинг только пришел на постсоветское пространство, и мы пытались измерить глубину уже не спортивных винтовок, а патронника СВД, при помощи специального прибора, я приведу здесь изображение, мы пытались нащупать, в каком положении пуля коснется пульного входа. И получалось, для ее касания пули приходилось бы лежать отдельно от гильзы. То есть, настолько был глубокий патронник. Это другая ситуация. Что происходит в этом случае? В этом случае пуля быстрее страгивается, выталкивается из гильзы, поскольку не встречает сопротивление конуса, разгоняется, и в разогнавшемся таком состоянии бьется пульный вход. Что не очень хорошо, потому что в этом случае какие-то возмущения возникают гораздо в большей степени. Кроме того, разница условий, разница посадок приводит к тому, что и вибрации происходят по-другому. Разные гармоники возникают, разные колебания возникают. А мы уже говорили в двух видео, которые я приводил. Вибрации напрямую влияют. В какой момент фаза колебаний пуля у вас будет покидать ствол, туда она собственно и улетит. И бывают невероятные ситуации, когда более легкая пуля идет ниже, просто потому что она в этой фазе была, а более тяжелая полетела выше, просто потому что она в этой фазе колебаний оказалась. Вот бывают такие ситуации. Не знаю, надеюсь, очень так примитивно, просто на пальцах смог вам объяснить. Если непонятно, спрашивайте, но будем пытаться разжевывать. Следующий вопрос. Евгений Тютрин задает вопрос. Просветите, если не сложно, краткий сравнительный обзор культуры производства на российском и американском оружейных предприятиях. И тут же есть похожий вопрос. Я хочу их объединить. Мих КХН. Господа, вот вы очень русские, но большинство из вас пишет никнеймы по-английски и не совсем непонятно, что это означает. Ну, ваш выбор. Мих, да-да-да, пишет, задает вопрос. Например, конструктор выпустил чертежи изделия, отдал технологам. Далее они попадают в производство. Кто и как далее должен вести изделие? За всем следить, проверять, подгонять. Конструктор, вопрос цеховой мастер, вопрос менеджер проекта. Как правильно и логично. Здесь есть некоторые отличия, на мой взгляд. Опять-таки, поправьте, кто меня в современном, так сказать, постсоветском производстве работает, возможно, что-то изменилось. Но раньше, в такой советской школе у нас был очень авторитарный и очень субординационный такой, почти военный вертикаль власти. То есть, главный конструктор всегда автоматически являлся тем лицом, который все толкает, пихает и за все отвечает. Как это происходит, например, у американцев? У них есть не только вертикаль управленческая, у них очень многие вещи решаются в горизонте. И существует такая позиция почти на всех предприятиях производственных. Это программ-менеджер. То есть, руководитель, который... У него нет прямых подчиненных. Может не быть прямых подчиненных. Но он отвечает за конкретный проект. И под конкретную задачу, под конкретный проект, он работает с этим, с этим конструктором, с этими технологами, с этими производственниками. Он организовывает все совещания. Он контролирует сроки исполнения. И он фактически является таким движком, который всех проталкивает, контролирует. И если кто-то где-то проваливает сроки, ну, соответственно, докладывает. Как дальше выглядит сама процедура? Всегда есть несколько стейджей, несколько этапов. То есть, есть этап R&D, Research and Development, когда разрабатывается изделие. Фактически, прошу прощения, до этого есть предварительный этап. Когда формируется задание на изделие. В нем могут участвовать разные департаменты. Либо это может быть заказчик, если это государство. Либо это может быть отдел маркетинга и отдел продаж, если это внутренняя разработка. Когда они говорят, нам нужен продукт, условно говоря, с фиолетовыми ушами, пластмассовая бутылка для шампуня, вот такой-то там формы. Потому что такая потребность рынка. Мы знаем, мы диктуем, что нам нужно для того, чтобы мы могли продавать. Вы, пожалуйста, разработайте. И после этого наступает R&D стадия, когда Research and Development дизайнеры разрабатывают, проектируют. На этом этапе они взаимодействуют, как правило, с подразделением прототипирования. То есть это, как правило, небольшие мастерские. Могут быть в составе большого предприятия, но отдельное подразделение. Они делают, либо так скажем, они должны, их основная задача, работать быстро. Работать зачастую без документов, без чертежей, а может быть даже просто по какому-то эскизу на салфетке, как выражаются. Но их задача, сегодня конструктор утром что-то принес, к вечеру они сделали. Либо идут испытания, на испытаниях что-то вылезло, конструктор тут же дает обратную связь, и они максимально быстро пытаются изготовить, чтобы не останавливая испытания, возможно, там не разбирая установку для испытаний. Это всегда достаточно сложно, потому что установки бывают разные. Для измерения скорости, для измерения обратного давления, там еще для чего-то. Установки не стоят постоянно, их приходится собирать под задачу, так сказать, выставлять на директрисе, и если вы не испытываете, убирайте это все, потому что другим людям тоже надо отстреливать свои проекты. Понятно, поэтому задачу максимально быстро сделать. У них совершенно не стоит вопрос цены, насколько дорого, либо дешево будет изготовление этого изделия, потому что время в любом случае окажется дороже. Это их прямое отличие от производственных инженеров. Те будут биться за каждую копейку, за каждый цент, вылизывать технологию производства, но на многотысячном выпуске, каждая секунда сэкономленная, в конце будет давать свою денежку. У них даже ментальность разная, и они зачастую одни в других работать не могут. Ну, они по-другому думают. Окей. На этом этапе испытания завершены, дальше есть процесс инжиниринг, так называемый, по-советски, но, наверное, это отдел технологов. Люди, которые садятся, расписывают программу, и в том числе прописывают программы на чипу станки. Это все один, как правило, одно подразделение. Их задача, чтобы ваши чертежи превратились в крупносерийные серийные изделия. Они решают, на каких станках нужно ли делать специальную оснастку, нужно ли делать какие-то специальные фокусы. Это к ним. На некоторых предприятиях даже эти подразделения находятся географически в разных местах. Ну, например, у немцев, у автомобилистов в автопроме, КБК, ведущая разработку, может находиться в другом городе от завода, который производит автомобили. И иногда преднамеренно держится в секрете, чтобы не было, ну, случайно даже никакой утечки, что они там на будущее разрабатывают. Вот так это работает. Переходим к следующему вопросу Анатолий Еремченко. По вашему мнению, какие факторы позволили турецким производителям оружия так активно развиваться и за короткий срок захватить значительную часть бюджетного сегмента рынка? И почему они в основном производят гладкоствольное оружие? Смотрите. Турция очень интересная, своеобразная страна. Тут можно, наверное, сказать, перефразируя Черчилля, Черчилль говорил, у Британии нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, у нее есть постоянные интересы. Вот турки, наверное, это парни, которые и британцев переплюнут. Они очень предприимчивы, они давно живут в режиме, практически всегда в режиме частного бизнеса у них. Они-то были когда-то социалистической республикой, но по ментальности по своей и по восточной в том числе, они всегда работали сами на себя. У них исторически всегда была масса небольших предприятий, которые, это такой оружейный Китай в какой-то степени, они реинжинировали, передирали все, что могли, упрощали в производстве и делали это очень дешево. Благодаря политике, первый этап это в частных руках, он сам заинтересован в том, что он делает, он сам себе хозяин. Задача государства была только не мешать. И вторая задача государства держать возможность открытых границ, чтобы они могли продавать это куда угодно, только приносите деньги в страну. В результате турки, так скажем, накачали мышцы, наработали технологии, начали поставлять, даже есть турки, которые поставляют компоненты для итальянских компаний. Молодцы, ну то есть как бы честь и хвала. Почему они были сконцентрированы, сфокусированы на гладкостволе? При всем таком местечковом капитализме у турки достаточно такая авторитарная страна, на мой взгляд. И государство очень долго ограничивало и не давало частному сектору возможность заниматься нарезняком. По этой причине, ну естественно, они на гладкостволе и набили больше всего шишек и больше были сфокусированы. Сейчас им крайник открутили, дали больше свободы. Сейчас они, не все из них, но самые сильные занялись в том числе и нарезняком, и пистолетами, и карабинами. В общем, все просто. Никогда закручивание гаек и избыточный контроль государства никогда еще никому не помогал. Следующий вопрос. Владимир Картозаев. В цикле перезарядки АК автоматов Калашникова выступ затвора за счет трения при скольжении по копирному пазу придает затвору продольные усилия, прижимающие боковые плоскости боевых упоров к ствольной коробке. И в то же время поворачивает затвор. Смотрите, здесь я могу очень долго-долго читать. Я боюсь у вас, у всех кроме автора, так сказать, этого вопроса могут засохнуть уши. Давайте так. Простым языком. Во вращающейся паре затвор, затворная рама происходит что? Ну, так сказать, взаимное противодействие. Если мы пытаемся повернуть затвор, и он имеет некое трение внутри муфты боевых упоров, соответственно, возникает обратная тяга, так сказать, воздействие отталкивающее, которое разворачивает не столько, в данном случае, затвор, сколько затворную раму. И она начинает на одну поверхность направляющей давить больше, чем на другую. Это приводит к некому такому опрокидывающему эффекту. И, в принципе, на скоростной съемке часто на многих образцах оружия с поворотным затвором это видно. Вопрос, насколько это хорошо, можно ли с этим бороться, и что если, как я, если я правильно понял Владимира, что если использовать некий фиксатор, который будет фиксировать затвор относительно затворной рамы и предотвращать его от разворота. Давайте почистим. В момент, когда вы производите отпирание, вы не можете заблокировать затвор. Ну, иначе вы его просто не повернете, правда? Вам в этот момент надо развернуть. Поэтому здесь вы никуда не денетесь, здесь реакция будет. В момент, когда вы уже открыли его полностью и просто затворная рама движется назад, возмущающего эффекта нет, потому что затвор просто находится в мертвой точки, в передней, и вы его просто тянете за собой. Опрокидывающих воздействий нет. В момент, когда вы двигаетесь в обратную сторону, уже вперед, в накате, да, здесь зависит от конструкции. И существуют разные варианты. В автомате Калашникова схема, заимствованная от M1 Garant, там плоская полочка, которая толкает его по прямой, не дает ему разворачиваться. В некоторых изделиях, как в Штейр-АУК, там специальная корона, которая блокирует затвор от проворота. Это работает, но не забываем, когда вся система дошла в крайнее переднее положение, ее нужно разблокировать, чтобы затвор смог повернуться и закрыться. Надеюсь, ответил. Следующий вопрос. Ирина Куровская. Ну, во-первых, я рад приветствовать женщин на нашем канале. Это очень приятно. Мы для вас делали специальное видео на 8 марта. Итак, вопрос от Ирины Куровской. Здравствуйте, Константин. Можете, пожалуйста, простыми словами объяснить, в чем разница между 1- и 2-ступенчатым ОСМ, ударно-спусковым механизмом? Давайте объясню. Простейший ударно-спусковой механизм, ну, давайте так, который на винтовке М16 находится, это 1-ступенчатый. В чем принцип заключается? Лучше всего это видно на диаграмме, показывающей, как меняется усилие по мере того, как мы выжимаем спуск. То есть, получается, мы выбираем некоторый свободный ход, после этого усилие резко возрастает, и после определенного усилия, усилия срабатывания, происходит бам, происходит спуск и выстрел. Двухступенчатый режим, немножко отличается. Кстати, на военном оружии тоже применялся, и на старых маузерах, еще там в 19 веке даже это было. Там суть какая? Просто подобрали свободный ход, ну, как люфт, выбираем некоторый ход с относительно легким усилием, и позже уже упираемся в эту стенку, преодолевая которую произойдет выстрел. Когда применяется то-либо другое? С моей точки зрения, потому что, к сожалению, тут нет абсолютного правила, очень часто это перемешано и полный винегрет. С моей точки зрения, одноступенчатый спуск более предпочтительен для спорта. Он позволяет, ну, во-первых, как бы на первом усилии, на более легком усилии срабатывать и производить выстрел. Это, как правило, более точная стрельба, с минимальными возмущениями при производстве выстрела. А двухступенчатый это более безопасный, это более охотничий, военный что ли режим. Ну, военный не секрет, он может быть замерзший, вымученный, в состоянии там, измаженный там за несколько недель там жизни в окопе. И это просто какой-то лишний предохранитель, когда он почувствует, а не произойдет случайно. Ой, я только прикоснулся, оно уже выстрелило. Понятно. Это с точки зрения, что такое одна и что такое двухступенчатый спуск. Как реализуется? Ну, вариантов много. В маузере, например, работало одно плечо, потом подключалось второе плечо более длинное и за счет этого увеличивалось усилие. В спусковых механизмах на R15 тоже есть разные варианты. Как правило, либо вы начинаете преодолевать усилие какой-то второй пружины, либо усилие дополнительного какого-то кинематического рычага. Вот так. И как я привел пример, маузер это болтовая винтовка, R15 это самозарядная винтовка. То есть и там, и там могут быть и одноступенчатые, и двухступенчатые. Нет такого правила, что только там лисян. Следующий вопрос. Илья Зарубин. Назовите, пожалуйста, преимущества и недостатки ударниковых, бескурковых и курковых схем применительно к самозарядному и автоматическому длинноствольному оружию и их сравнению. Давайте так. В случае ударниковых схем, условно говоря, страйкеров, в чем может быть, давайте так, недостаток. В том, что часто получается, что сам ударник сам по себе достаточно массивный и тяжелый. Это когда мы говорим о самозарядном оружии. Ну, у нас, во-первых, не так много таких систем. Это, ну, наверное, вал винторез. Но там он достаточно массивный, и поэтому я не скажу в цифрах. Здесь будем, ну, давайте я буду корректны. Я предполагаю, что из-за его инерционности есть увеличенное время срабатывания по сравнению с теми же ударниковыми механизмами в болтовых винтовках, где очень тонкий и легенький спуск. На самом деле это скорее вариант того, как реализовано конкретное решение. Что касается второго варианта, курковых спусковых механизмов, ну, это тот же автомат Калашникова, тот же, та же винтовка AR-15. Он, курок, как правило, меньше по весу, меньше инерционность, и время срабатывания в этом варианте зачастую, ну, более быстрое. В чем еще одно из преимуществ в том, что, ну, так скажем, в теоретическом варианте, если у курка... Курок это такой некоторый рычаг все-таки, да? И вот если у него оба плеча будут уравновешены, и, соответственно, центр, масса центра инерции будет находиться на оси, то, в принципе, в этом случае он может, производя выстрел, вообще не наводить никаких возмущений, потому что центр массы остался в середине. Теоретически это такой вот, ну, хороший ход. Что происходит на практике? На практике иногда это настолько малые величины, если вы все правильно сделали, если у вас аккуратный спуск, что можно этим и пренебречь. Ничего страшного. И, да, прошу прощения по поводу ударниковой схемы, какие же у нее прививаются. Но вот в случае с валом-инвентарезом, и, опять-таки, эта схема заимствована с чехословацкого автомата ВАЗ-58, там она, наверное, была раньше применена, она фактом была раньше применена, я не знаю, был ли кто-то еще раньше, чем они. Как это работает? Там две пружины, одна выше, другая ниже, и получается, что одна пружина работает с затворной рамой, а вторая работает с ударником. При движении назад обе пружины принимают на себя энергию, так сказать, накапливают в откате, а при накате работает одна, загоняет патрон в патронник, а вторая остается сжатой на ударнике, и, соответственно, возмущения вот это от удара вперед оказывается меньше. По крайней мере, теоретически это выглядит так. Всегда все можно испортить, естественно, реализации на практике, всякие бывают случаи. Следующий вопрос. Роман К. В одном из ваших роликов вы говорили, что буллпап оружие лучше всего делать с нуля, и с этим сложно не согласиться. Но мне хотелось бы услышать о минусах буллпап ПКМ, так как на первый взгляд он выигрывает во многих аспектах. Давайте так. Я думаю, мы уже запланировали, задумали сделать отдельное видео о буллпапах вообще, когда полный выпуск будет этому посвящен. Но о ПКМе давайте я выведу отдельно. Мне не нравится эта идея. Я объясню почему. В чем? Ну, принимайте критику, как есть. Может быть, вы с этим что-то сделаете. Во-первых, ПКМ это все-таки пулемет с ленточным питанием, с достаточно большим коробом. Самый лучший вариант его расположения это так, как он расположен сейчас, максимально близко к приемному тракту. Если вы делаете буллпап и, соответственно, ствольной коробкой упираетесь в приклад, то у вас вот здесь вот между руками оказывается большой патронный короб. Ну, вам неудобно вот так вот держать оружие. Я понимаю, что изобретатели в порыве, мне хочется эту тему реализовать, но вот давайте вот я начну сам себя обманывать, и они начинают изобретать какие-то варианты. Мы тут довернем этот короб, мы его развернем. Но отдавайте себе отчет. Будьте честны, что как только вы начинаете гнуть, разворачивать ленту, так вы создаете себе лишние проблемы с надежностью ее подачи. Ну, а кроме того, следующий момент в ПКМ, но это, наверное, уже как со всеми буллпапами. Вам нужно что-то чудить с тягами. ПКМ, в принципе, пулемет такой, который не очень-то любит и предполагает стрельбу с рук. Там, на секундочку, спереди не сильно-то за что-то схватишься. У меня был боец, который схватил ПКМ в его горячем состоянии. Ну, и на ладошке, ну, так за ствол или там за газовую трубку, я уж не помню, за что-то схватился. Полностью сжег себе всю ладошку. Ну, пришлось везти в госпиталь и там восстанавливать парня, ну, там надолго он был в строю. Вот так, вкратце о ПКМ. Следующий вопрос. Массадав. Такой никнейм. Пишет. Не наблюдались ли пропуски подачи у Ар-15 под патроны крупного калибра с уменьшенным диаметром фланца? Какую площадь донца гильзы должен накрывать затвор для надежной подачи? Давайте я поясню. Потому что большинству зрителей вообще, наверное, будет непонятно, что за кукушка такая. Как правило, у нас гильза имеет вот такой вот, ну, скажем, либо рант, ну, давайте так, не рант, фланец, за который выбрасыватель цепляется и может вытащить гильзу. Как правило, это продолжение основного тела гильзы, и у них там почти один и тот же диаметр, но за счет конусности даже чуть-чуть больше может быть. В данном случае, я предполагаю, речь идет об одном конкретном боеприпасе, это калибр 458 САКОМ. Ну, наверное, я был одним из первых апологетов этого калибра на постсоветском пространстве. Мы делали под них и болтовые винтовки, и делали полуавтоматы. Немножко маленькое отвлечение смысла этого калибра. Задача была получить максимально возможные останавливающие действия при ограниченных габаритах. И по сути это, опять-таки, отступление еще глубже. Говорят, что идея создания этого патрона появилась у ветеранов, которые принимали боевые действия в Сомали. И когда они стреляли по обкуренным повстанцам в состоянии наркотического опьянения, есть такое выражение, он уже мертв, но его мозг об этом еще не знает. В результате его шпигуют большим количеством 56 пуль, он продолжает вести огонь и может еще нанести кому-то ущерб. Фактически такая же ситуация была в Беслане, кто помнит, когда освобождали школу от террористов, захвативших детей. Когда там чуть ли не в упор их расстреливали, и офицеры спецназа говорят, я вижу попадание в тело, он продолжает вести ответные огонь. То есть в состоянии наркотического обеднения человек не чувствует боли. Было много конференций, кстати говоря, на эту тему. Насколько знаю, этим и в России озаботились ведущие подразделения. И эта тема поднималась на нескольких баллистических конференциях в мире, в том числе в США. И одно из решений было, это увеличение останавливающего действия, увеличение калибра площади удара. Ну в принципе то, что когда-то с этой же проблемой столкнулись когда на рубеже 19-20 веков применяли разные револьверы, пистолеты и пришли к тому, что кольт 45-го калибра, в каком бы обдолбанном состоянии не был противник, он его все равно складывал. Поэтому было это решение. Но я, так сказать, это отступление. Соответственно, они пошли по пути, чуточку известному у нас как патрон 9х39, когда существующую гильзу использовали, существующий изначальный патрон, но увеличивали диаметр пули для того, чтобы увеличить саму массу пули и диаметр вот этого ударного воздействия. В Союзе это было только в дозвуковом варианте, но американцы сразу сделали и дозвук, и сферозвук. Все понятно. К какому ограничению они пришли? Им необходимо было оказаться внутри уже существующей ствольной коробки и с определенного существующего паттерна магазинов от М4. Но М4 это карабин военный, АР-15 для гражданских. Все, они были ограничены в этих габаритах. Из-за этого они использовали стальные магазины от М4, от АР-15, но с увеличением диаметра они просто заряжали их в один ряд, а не в два. Следующий вопрос по унификации. Они задались вопросом, хорошо, нам придется применять какой-то новый затвор, который бы этот увеличенный диаметр гильзы мог захватить выбрасывателем и потащить назад. А мы ограничены, у нас диаметр затвора это не такой большой, как быть. И максимальное, что мы можем использовать в карабине М4, прошу прощения, это затвор с донцем. Дай бог памяти, по-моему там 7,62х39. Таким образом у них появился такой своеобразный дизайн, когда большой диаметр основного тела и маленькая задняя часть, за которую цепляется выбрасыватель. Увы, длинное объяснение, но это необходимо, чтобы было понятно всем обычным зрителям, кто, так сказать, не связан с этим вопросом. Итак, что Массадав подразумевает? Не будет ли проблемы, когда у нас относительно основного диаметра гильзы уменьшенный этот фланец, и когда мы пытаемся затвором движущимся вперед дослать патрон, не будет ли у нас такого, что мы проскакиваем над этим фланцем, толкаем основное тело, а потом нам этот фланец не даст подняться, будет цепляться за затвор. Наверное, таким образом. Следуя этой логике, правильно задав вопрос, вы сами получаете прямой ответ. У вас затвор должен опускаться настолько глубоко вниз, чтобы цеплять не только верхнее тело, а цеплять само донце гильзы. И, естественно, вопрос может остаться только один, насколько глубоко, насколько большой запас надо иметь. Но из моей практики, ну, пары миллиметров, как правило, на самом деле хватает. Если у вас есть огромный выбор, каким-то образом вы можете играть с этой величиной, соответственно, опускайтесь максимально настолько, насколько у вас есть просвет внутри магазина между губками, который позволит затвору пройти. Сколько сможете, столько отыграйте. Будет только надежно. Надеюсь, ответил. Следующий вопрос. Мистер Торум пишет. Винтовка FN, фабрик националь, H-A-M-R. На бумаге, давайте так, поясню сразу, что за винтовка. Это винтовка на базе FN SCAR, бельгийского, хорошо известного. Но ее особенность в том, что применяться он задумывался, как применение в качестве одновременно такого штурмовой винтовки и легкого пулемета. Соответственно, для точной стрельбы предполагалось, что вся стрельба будет вестись из открытого затвора, когда затвор в переднем положении, закрыл ствол, все максимально точно. Но в режиме автоматического огня, когда ствол нагревается, и нельзя держать патрон в патроннике, потому что может произойти нагрев и выстрел просто от нагрева. И это является обязательным условием на всех современных требованиях для автоматического оружия. Когда отстреливается определенное количество выстрелов, ну, по условиям тендера может быть разное, ну, условно, давайте так, классический случай возьмем, отстреливается 500 выстрелов, после этого оружие оставляют заряженным, и на полчаса комиссия курит, ждет, не прикасаясь к оружию, произойдет ли нагрев патрона в патроннике настолько, что он сможет произвести выстрел. Для чего проверяется? Потому что это небезопасно, но вы убить кого-то можете рядом. Вот так. И, насколько знаю, ну, например, на тендере в Индии не все производители смогли выдержать этот тест. Вот так. Соответственно, в чем была идея? Система автоматически при повышении температуры выше определенной становилась на заднее шептало, так называемое, и оставляла патронник открытым, а затвор оставался сзади. И при спуске шел вперед, и как по пулеметному, так сказать, отрабатывал. Вопрос, хорошо это или плохо? И следующий вопрос, почему, собственно, не применяется? И этот же вопрос задал Артем Радомский, решитель работы с заднего шептала, проблема с клином и перегревом РПК. Смотрите, на самом деле существовал автомат Калашникова, который имел УСМ, такой комбинированный, который работал и с переднего, и с заднего шептала, да и бог памяти, наверное, еще в 50-х, либо 60-х годах. Такой образец показывал Руслан Чумак. Я сейчас могу ошибиться с его должности, главный хранитель, главный специалист Ленинградского музея артиллерии инженерных войск. Кому интересно, поищите, наверняка в гугле где-то вы найдете этот материал, где он представлял это изделие. Ну и если будете в музее, каким-то образом посетите, может быть, спросите сотрудников музея, если это изделие в экспозиции, возможно, вам его покажут. Было это еще очень давно, задолго до ФН. В чем разница? Прошу прощения, и кто-то упоминал, что еще в одной из модификаций немецкой парашютной винтовки автоматической FG-42, ее там тоже существовало много модификаций, тоже применялось такое решение. Вывод был практически у всех один и тот же. У всех не взлетело. По какой причине? Да, вы можете решить проблему спусковых механизмов. Это решается. И масса отработанных конструкций. Не решается другая проблема. Все эти относительно легкие винтовки, это все-таки не пулеметы, не могут отрабатывать настолько длительный автоматический режим стрельбы. У них настолько перегревается ствол, ну, на ПК ствол перегревается, его нужно менять. А вы хотите, чтобы в легкой винтовке это работало. Увы, не работают. По этой причине вся эта тема с автоматическими винтовками умерла еще на уровне 40-41 года, когда была автоматическая винтовка Симонова, когда автоматические винтовки делали из Токарева, из СВТ. Не взлетело. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Дальше, от того же мистера Торума второй вопрос. Возможно, посоветуете какие-то серьезные материалы, исследования по расчетам разработки стволов, травматов и так далее, и так далее. Господа, я никогда не занимался разработкой травматического оружия. И, ну, знаете как, ну, вот в разных странах все по-разному. Где-то резиновые пистолеты, где-то резиновые заменители человека в отношениях. Ну, везде по-своему. Я не занимался ни одной, ни второй темой никогда. Не могу вам ничем подсказать. Думаю, что с точки зрения прочности, если вас интересует, но теория расчета стволов на прочность, она везде одна и та же. Кстати, говорят, тут парадокс. Как раз теории расчета стволов на прочность, там существует несколько, но я имею в виду, что они все, примерно математика та же самая, независимо для огнестрела, травмата, или для чего вы там это будете рассчитывать. Вуаля. Полно литературы в свободном доступе, но просто загуглите и посчитайте разными способами. Третий вопрос. Интересен ваш взгляд на KAC SR47? Давайте поясню. KAC, Night Armament, компания, в которой работал Юджин Стоунер, но уже, так скажем, на закате своей карьеры. Компания, которая развила тему всех его поздних Стоунерских винтовок, SR25, и они же сделали винтовку SR47. Это винтовка под магазин от автомата Клашникова под AKM. Не только под патрон 7.62. Такие винтовки существуют, но они пользуются обычным ловером и обычным магазином, а именно под AKM-овский магазин. И вопрос. Как взгляд на саму концепцию, так и на итоговые... Если сейчас достойные аналоги, если нет, то почему? Пытались ли в СССР делать что-то подобное? Смотрите. В чем основная проблема? Дело в том, что по своей конструкции затвор М16, Р-15, по сути, находится на пределе прочности. Там очень небольшой запас прочности. Из-за этого... Да, они по авиационному... Вот мы как-то говорили о них. Они по авиационному боролись за снижение веса, геометрии и так далее. Поэтому все очень миниатюрное. Но запас прочности очень маленький. Из-за этого они применяют люминесцентный контроль, ну если это по военным требованиям сделано, на предмет наличия каких-то там трещин и так далее, и так далее. Я не припомню, чтобы люминесцентный контроль применялся при изготовлении затворов автомата Калашникова. Если здесь есть представители концерна, Гвятских полян, либо других заводов, ну поделитесь, возможно я ошибаюсь. Но я не слышал о таком ни разу. А вот с арками мучаются. Запас прочности маленький. К чему это приводит? Из моего опыта, когда мы делали Р-15, компания Сброяр делала в калибре 7,62х39, все это вылезло. Любые ошибки, любые отклонения в технологии, в материале, либо в технологии термообработки приводили к тому, что были печальные последствия, оторвало боевые упоры. Поэтому это нехорошо. Ну и соответственно, более поздним решением является, по-моему, компания 7MG сделала винтовку-мутант, так называемую, по этой схеме, под автоматы Калашникова. Но они уже учли и сказали, мы не хотим работать на пределе и увеличили диаметр, переиграли, используют нестандартный затвор. Там все немножко увеличено, чтобы увеличить запас прочности. Пытались ли в СССР делать что-то подобное? Ну, в СССР и позже, и в России у них, в принципе, на идеологическом уровне такое отторжение, ну как это так, российские производители будут делать что-то на основе М-16. Ну, это расценивалось бы там как контрреволюция, наверное. Я не говорю о том, что современные производители частные так производят. Да, это уже другое поколение, другая эпоха в СССР. Точно бы вас не поняли. Что-то наиболее близкое к затвору М-16, но это был, наверное, вал для интереса. Следующий вопрос. Алексей Павлов, хотелось бы прояснить немного уже сказанное вами информацию в ролике про историю снайперских систем США. Вы говорили, что в период опытной войсковой эксплуатации Марк-21 ее обошла винтовка Марк-22. из-за скорости, напомню, Марк-21. Ну, во-первых, вот скриншот, как бы, как выглядит ролик про историю снайперских винтовок США. Посмотрите, будет полезно. Думаю, очень много информации для себя подчеркнете. Марк-21 это модульная, ну, не даже так скажем, винтовка с возможностью быстрая замена ствола, но на базе классической болтовой винтовки от компании Риббингтон. Хотя и с некоторыми переделками от традиционного Риббингтона 700. Но в ней замена ствола производилась достаточно сложно. Там можно это все было делать, но было куча муторства. Ее обошла винтовка Марк-22 от компании Барретт. Это так называемая в гражданском обиходе винтовка МРАД. Сейчас очень активно воюют, кстати говоря. Там замена ствола производится очень легко. фактически обычным шестигранником. И там просто надо отпустить два винта и менять эти стволы. Не надо разбирать всю винтовку целиком. И, соответственно, Алексей Павлов задает вопрос. Насколько ли важна такая быстрая смена ствола? Бывают ли ситуации, что это достаточно востребовано, чтобы там в полевых условиях кто-то так менял? Это клише, господа. Дело в том, что да, на ходу никто стволы не меняет. Но возможность легкой смены ствола предельно важна. Это модульность, которая упрощает обслуживание. Вам не нужно иметь какие-то тиски. Вам не нужно иметь какие-то державки, струбцины, чтобы это все зажать. Вы обычным шестигранником где-то там в землянке, в палатке можете это сделать. Другой вопрос. Нужно ли иметь модульную винтовку в разных калибрах? Практика подсказывает, что нужно. Во-первых, в легких калибрах вам проще и дешевле обучать личный состав на этапе обучения и подготовки. Но это как минимум дешевле. Отдача меньше. Стрелок, у него не возникает вот этой боязни, когда он там что-то вздрагивает и теряет выстрел. Он просто нарабатывает навык именно стрелковый. А потом, через какое-то время переходит на макдуму. Поэтому, с точки зрения обучения и подготовки лучше. С точки зрения логистики меньшего количества разных деталей, модульность всегда лучше. это логистика как производственная, так и логистика снабжения в тех же войсках. Ну, а для гражданских может быть логистика на магазинной полке. Меньше замораживается денег в обороте в торговом. Опять-таки. То есть, со всех точек зрения это лучше и удобнее. Наверное, так. Следующий вопрос. Павел Кынев. Первый вопрос. Несколько раз встречал в различных американских роликах демонстрацию цельно-латунных пуль Extreme Penetration с носиком, схожим на острие крестовой отвертки. В патронах, ну, там перечисляется ряд патронов и так далее. якобы дает прирост бронепробиваемости, за счет чего это достигается. Форма пули вопрос, материал изготовления вопрос или просто распиаренная пустышка. Давайте поясню. Дело в том, что такого рода дизайн применяется в пулях двух совершенно разных видов по назначению. Совершенно разных. В ролике про калибр 308 по-моему второй части мы говорили о разных наиболее типовых и интересных боеприпасах в этом калибре. И кто вспомнит, есть боеприпас, который применяется в 762 на 51 так называемый учебный. Его задача при попадании в преграды в так называемых киллер-хаусах в учебных помещениях для стрельбы максимально быстро разрушаться, а не пробивать там все на свете и уносить бабушку там за два квартала спрятавшуюся за холодильником. Там пули иногда это порошковые пули, иногда там еще какие-то конструкции. Я уж даже всех сейчас наверное не знаю. Но такой крестовой вариант приводит к тому, что пулю закусывает, разворачивает и она быстрее разрушается на фрагменты и так сказать рассыпается. Вот как это работает. Второй вариант немножко обратный, когда создавали специальные боеприпасы для стрельбы через стекло. Ну был такой для антитеррора больше важная ситуация. Как это происходит? Если стекло стоит навстречу пуле не строго перпендикулярно, а под углом, ну например это автомобильные стекла, то что происходит? Пуля при попадании в стекло на начальном этапе имеет один опрокидывающий момент, а на втором, так сказать, после прохождения стекла очень большая вероятность того, что пуля уходит в сторону. Как с этим бороться? Как добиться наиболее прямого прохождения? Применяли решение условно близкое к так называемым баллистическим наконечникам на снарядах в артиллерии для предотвращения рикошетов их применяли. Когда там передний колпачок деформировался, но не давал рикошета, а пуля начинала идти по прямой. Вот крестик давал такого же рода эффект некоего закусывания и так сказать пенетрации пробития стекла и сохранения направления движения. Такая немножко сложноватая тема, очень мало информации они по причине того, что очень узкая ниша применения. Поэтому многие инженеры ружейные я думаю с ней даже не сталкивались. Как отправная точка я думаю я вам ответил. Если вы когда-то займетесь этой темой глубже, вы там накопаете много интересного. Следующий вопрос тоже от Павла Кынева. Ваше отношение к семейству винтовок FN SCAR. На ваш взгляд есть ли будущее данной системы? На мой взгляд давайте так в чем фишка FN SCAR? Для многих они одни из первых кто применил алюминиевый ресивер монолитный в виде экструзии. В действительности SCAR вышел примерно в 2003 году но еще года на 4 раньше чем они Robinson Arms представил свою винтовку XCR. И по некоторым кулуарным слухам тут я не смогу подтвердиться там была утечка от Robinson то ли кто-то ушел от него ну каким-то образом вот эта идея просто утекла Robinson и Alex Robinson это очень маленькая компания в Юте там дай бог памяти всего-то человек 10 работает но может быть сейчас человек 15 это очень маленькая почти семейная компания Alex очень своеобразный человек очень талантливый но вот эту возможность трамплина роста он не использовал они остались небольшими и соответственно большие тендеры но увы не для них когда они участвовали в тендере на армейскую винтовку их по формальному принципу отодвинули они там формально что-то не выполнили то ли насадку для холостой стрельбы не предоставили то ли еще что-то уметь в эти большие игры тоже надо уметь итак Robinson был в 99 году FN SCAR был в 2003 чуть позже опять-таки вот эти блуждающие кочевники говорят добрались до компании МакПул там пытались реализовать этот проект и задорого он позже был продан компанией Bushmaster Remington работают вместе на гражданском рынке винтовка с монолитным SCAR вышла как Bushmaster SCAR на военном как Remington очень интересная винтовка у них но у них она не взлетела потому что изначально было потрачено настолько много что когда выставили продажные цены за эти деньги на гражданском рынке никто покупать не ствол итак если говорить условно назовем это SCAR монолитный экструдированный ресивер это большой плюс это на сегодня это такой уже must be практически это то что должно быть это устоявшееся по сути стандарт сейчас кто только не копировал и не развивал тему многие многие как робинзон как SCAR делали это достаточно современном виде когда у вас была возможность менять стволы причем естественно стволы меняются вместе с баррел экстеншеном у вас выставлен зеркальный зазор соответственно вы очень мобильны в этом плане где-то как в концерне они сделали АКВ повторили идею монолитного апера но не с меняемыми стволами насколько я знаю зачем я не знаю там надо весь апер целиком ну то есть такой это откат это на момент представления это было хуже чем в 99 году у робинзона но в целом экструдированные изделия ресиверы будут развиваться я в этом практически уверен следующий вопрос семейства мак 47 от компании 7 ммг ну это собственно то о чем я говорил ар-15 под магазин и вот ака собственно пардон уже ответили следующий вопрос максим иванович константин нужно ли всей пехоте переходить на более мощные калибры кридмур грэндалл и тому подобное или 5-56-5-45 вполне справляется давайте так переходить на новые калибры нужно в двух случаях первое либо если ваш персонал по уровню обучения выжал все из существующей техники и владеет ей там на 104% красавчики и дальше они говорят ну мы просто уперлись технически в потолок нам нужно что-то получше либо второй вариант если вы можете получить эффект ну в общем съесть рыбку не не натерев мозоли да вот я так обтекаемо скажу то есть если вы можете получить эффект не имея каких-то побочных проблем удорожаний и так далее тогда да тогда можно во всех остальных случаях не понимаю ну не понимаю с этого по этой причине программы не генерейшн скот вепон они отдельное видео для меня это примерно как программа Абакан изначально хорошая задумка хорошее желание чего-то добиться постановка задачи но на этапе реализации все превратилось в какой-то кошмар Кридмур о нем было отдельное видео он абсолютно себя оправдал но он оправдал себя на уровне спецподразделений там где да там персонал уже уперся как бы они говорят мы красавчики мы мы из всего железа что у нас есть все выжимаем поэтому все всем остальным 5.56 да за глаза хватает учитесь просто работать следующий вопрос Анфангер Константин Юрьевич можете объяснить в чем разница 9-осевого станка ЧПУ и 35-осевого ну и так далее что кроется за этими цифрами для начала наверное нужно объяснить первые 5 осей а дальше будет все понятно давайте так обычный токарный станок начнем с него это как правило станок двухосевой у нас есть всего лишь две координаты вдоль оси вращения заготовки и по диаметру вот наши две координаты две оси которыми мы контролируем и обрабатываем деталь все понятно фрезерный станок у нас есть стол на котором есть две оси традиционных x y и есть еще вертикаль z которая нам позволяет так сказать уже в трехмерном режиме что-то обрабатывать это трехосевой очень распространено в оружейке как минимум но на самом деле и во многих уже отраслях четырехосевые станки когда мы дополнительно к трем осям можем заготовку закрепить в таком управляемым компьютером поворотном столе где мы можем ее вращать и обрабатывать со всех сторон причем есть разные четырехосевые варианты когда он только индекс то есть индексируемый то есть повернулся обработали повернулся обработали либо когда сейчас уже почти все чаще и чаще это комбинирование когда мы можем одновременно вращать поворачивать по углу и ехать по координате фрезеровать так собственно делается компин слот то есть этот пазик под палец который поворачивает затвор в затворной раме но по другому его не сделаешь вот так но в принципе четвертая ось применяется для ускорения производства очень часто когда используется например технологический куб на него там с четырех сторон одни и те же заготовки зафиксированы и вы их просто поочередно поворачиваете и на вертикальных и на горизонтальных фрезерных станках везде применяется что получается дальше и пятая ось раз мы о пяти основных это пятисевые станки когда есть возможность вращать не только в этой оси но и например вот так вот разворачивать либо когда шпиндель имеет возможность наклоняться под каким-то углом либо так либо сяк но достигаете вы одного и того же эффекта очень долго пятисевые станки были ограничены к экспорту в так скажем недружественные страны недружественные для стран производители этих станков для высокоразвитых стран кто производил эти станки США Германии Японии я не помню чтобы пятисевые осевые станки производились на постсоветском пространстве но по крайней мере массово серийно и вот на постсоветскую территорию очень долго их ограничивали по какой причине дело в том что пятиосевая технология позволяла фридерировать турбины а это ключевая технология для реактивных двигателей для энергетики ну и так далее понятно вот это пять основных осей что дальше дальше часто появляется необходимость в дополнительном каком-то смещении ну например есть для меня прорыв был когда я впервые увидел токарный станок ну я не знаю это уже лет 20 наверное назад токарный станок с противошпинделем с контрошпинделем с приводным инструментом когда можно было не только токарить но и фрезеровать когда и здесь появлялась одна вторая третья оси появлялась еще фреза не просто работала но относительно так скажем оси могла смещаться влево вправо могла поворачиваться по углу и каждая координата это отдельная ось которую нужно контролировать которая прописывается в программе в станках и учитывается кроме того у вас может быть второй инструмент дополнительный это тоже дополнительный ось и там до бесконечности ну я надеюсь ответил на ваш вопрос там до бесконечности количество вот этих отдельно управляемых осей может быть сумасшедше огромным под задачу очень глубоко там массовый вариант на этом я надеюсь мы все-таки уже больше часа давайте остановимся и я продолжение запишу всем спасибо пожалуйста чтобы вы не терялись смотрите старые выпуски вопросов и ответов потому что зачастую вы повторяетесь и тогда я не отвечаю на ваши вопросы не потому что мне там лень или игнорирую но просто это уже было рекомендую в библиотеку просматривайте старые видео ваши вопросы новые оставляйте на главной странице канала переходите вверху есть ссылочки там написано либо сообщество если у вас русскоязычный браузер либо комьюнити если англоязычный и нажав заходите там идут сообщения текстовые и будет открыта новая рубрика где мы собираем самые свежие вопросы вот так на этом прощаюсь всем спасибо и пока пока не забудьте